Бай-о-бай, бай-о-бай, свои глазки закрывай. Я всегда, когда мне хочется уйти в мир покоя детства, я внутри всегда ее пою. Бай-о-бай, 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 сидит барин на краю. Он не беден, не богат, у него много ребят. У него много ребят, да все по лавочкам сидят. Все по лавочкам сидят. Кашку маслицем едят. Кашка масляная, ложка крашеная. Ложка гнется, масло льется, душа радуется. Мне повезло, потому что у меня был детский мир настоящий. Все, что в нем должно быть, и сказка, и песня, и обряды, календарь русский, пассивные работы. То есть жизнь на земле, видение мира животного, общение с ним. Я видела общение моих родственников, моих односельчан, общение в песне, общение в труде, праздники. Поэтому у меня настолько целостный мир, он вписан в меня. Вот мир этот музыкальный, мир художественный, мир образов. В этом смысле мне, конечно, это повезло. И это, так сказать, начало моего жизненного понимания Божьего мира, моя печка. Ангел принес человека на землю, спел ему по пути, а дальше уже поет мама. И эта песня мамина, она дает великую гармонию, которую надо постараться нести всю жизнь и передавать другим. Ай, ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду, сидит и ворон на дубу. Он играет в отрубу, в оберестяную, в прорещаную. Кузьма лапотки плетен, да он и за гордый волокет, копейку нашел и да девчушке отдал, а девчушка хороша, да калачиков напекла. Тут прибегли черницы, да расхватали калачи, пришел мальчик, обжег пальчик, ай ты ешь калачи, да он до самой ночи. Баю, баюшки, баю, синий ты, ворон, на краю, бай, бай, ты моя сладенькая внученька. Это первое познавание материнского звука, материнского голоса Земли. И тут, конечно, еще очень важен голос. Вот что такое голос? Голос – это великое естество человеческое, это такая жизнь сильная, эмоционально наполненная, которая просто необходима живой душе. А материнский голос изначально, природный голос, и в этом голосе есть все. Голос – признак, менее всего подвергающийся изменениям на протяжении всей жизни человека, от рождения до смерти. Тело меняется несравненно быстрее, и тело человека в старости мало чем напоминает его тело в молодости. Тогда как голос при определенных небольших изменениях остается тем же. Самые примитивные племена людей имеют свои песни, имеют свою музыку. Песни и музыка и на них действуют сильнее, чем что-либо другое на свете. И эта песня, и музыка всегда обладает таинственной и неодолимой силой. Почему это так? Не потому ли, что они нас приводят домой, напоминают о первосущном, отечестве нашем? То есть о первом звуке, о первом слове, о первой песне, о песне колыбельной. Чьим умом живешь, того и песенки поешь, гласит народная мудрость. Это и они, Татьяне Юрьевне Петровой. Песенное творчество Татьяны Петровой – это сокровенный диалог с отечеством. Она живет и творит с ощущением корневой принадлежности к народной музыке, к истокам которой была причастна с детства в маленьком уральском поселке в поющей семье. Час за часом, как дальний сябрый мир, Уплетает в пространство глуби мое, Чув, как мяньи сверчковая песенка, Развенело крыло половинное. Сейчас такое время очень сильной информации, Огромное количество информации, Потому что изменились, в нашем мире появилось очень много средств, Склонных к этому, то есть телевизор, радио, Вот этот бесконечный чуждый потусторонний музыкальный фон, Который нас окружает, и он не дает нам настроиться. И поэтому, естественно, человек, он как бы находится во власти этого чуждого ему гомона И чуждых ему вибраций. И для того, чтобы сохранить свою душу, Сохранить душу своего ребенка, И правильно дальше понять предназначение, И пронести по всей жизни богоугодное предназначение, Данное твоей душе творцом, Надо, конечно, иметь очень, просто буквально, мужество и силу, Для того, чтобы собраться, Для того, чтобы утвердиться в этом, И нести это вот просто ежеминутно, Ежеденно, ежечасно, И в вечность. Для этого надо погружаться, Для этого надо знать, заставлять себя это делать, Заставлять себя работать мамой, По вечерам укладывая первые, самые счастливые, Младенческие дни малыша, Напитывать своей энергией, своей любовью. Вот это очень важно. Но для этого, я опять же говорю, Нужны внутренние духовные силы. Почетный избранник природы, певец, Облачен миссией донести слова и мелодию до сердца, Сохранить их во времени. Татьяна Петрова вернула нам множество забытых, Рожденных в глуби веков напевов, В том числе и напевов для детей. Баю-баюшки, дружок, Да на кошоный твой лужок, Баю-баю-бай, Когда вырастешь, дружок, Тогда выкосишь лужок, Когда выкосишь лужок, В ту пару сметешь стажок, Зимой в город повезешь, Да обновок наберешь, Баю-баю-баю. Купишь англицкую рубашку, На головушку фуражку, Купишь ты себе штаны, Вытяжные сапоги, Баю-баю-баю. Ты нарядишься, пойдешь, Позавидует народ, Там чей нарядной отидет, Мой внучен отек идет, Баю-баю-баю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова В.Сухи Продолжение следует...